Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать немного про коляску Caterville 4WD. Это полноприводная машина, без гусеничной. Не путайте Caterville GTS 4WD с гусеничным вариантом. Так что же у нас есть в этой коляске? У нас есть полноприводная, компактная, относительно легкая коляска. Легко можно передвигаться по пересеченной местности, по городским условиям и также коляска очень хорошо себя чувствует в домашних условиях. За счет чего получается такой эффект? В первую очередь, конечно же, за счет полного привода, за счет четырех ведущих колес, на каждом из которых установлен свой двигатель. Во-вторых, за счет наличия режима заднего привода. Как это выглядит? Юра, покажи, пожалуйста. Значит, по нажатию клавиши на пульте у нас выдвигается блок дополнительных колес. Теперь у нас передние ведущие колеса остались в воздухе при движении. Теперь они у нас не активны, то есть напряжение на эти двигатели не подается. Значит, коляска теперь используется в очень экономичном режиме. Переходи на полный привод и уже на полном приводе, конечно, коляска себя отлично чувствует в снежных условиях, в зимних, на сугробах, на песчаном пляже, в лесу. Значит, разворачивается коляска на месте. За счет противоположного движения левых и правых колес высокая проходимость этой коляски также обеспечивается за счет наличия возможности отклонения самого кресла относительно горизонта. Происходит это как в автоматическом режиме, когда вы преодолеваете препятствия, так и в ручном режиме, когда вам необходимо просто для более комфортного сидения отклонить это кресло. Также все это дело можно сделать с пульта. Теперь поговорим про освещение. Освещение у нас состоит из передних и задних фонарей. Передние фары имеют три режима работы. Значит, первый режим это ближний свет сейчас, второй режим это дальний свет и третий режим моргания, когда передние и задние фонари моргают. Это нужно для привлечения внимания. Здесь сзади у нас находится аккумулятор. Аккумулятор является съемным. Для того, чтобы снять аккумулятор, нужно открутить вот эти вот барашки. Это можно сделать от руки и здесь соответственно можно будет отстегнуть разъем и вытащить аккумулятор. Аккумулятор в базовую версию установлен 42 ампер часа. Литиевый аккумулятор, который хорошо себя чувствует в зимних условиях. Температурный режим коляски от минус 20 градусов до плюс 40 градусов. В этом температурном режиме коляска себя комфортно чувствует. Не нужно забывать о том, что в любом случае с любым аккумулятором, будь то гелевый аккумулятор АГМ или литиевый аккумулятор, в зимних условиях, когда температура ниже нуля, емкость аккумулятора все равно снижается. Учитывайте это при своих поездках. Это означает, что если в летних условиях коляска преодолевает 25 километров по ровной поверхности, то в зимних условиях при температуре минус 10 градусов коляска будет преодолевать на 40 процентов меньше, то есть 15 километров. Соответственно, при более жестких условиях, при минус 20 градусов этот показатель будет еще ниже. Не ошибайтесь, учитывайте это при планировании ваших поездок. Теперь, что касается аксессуаров. Аксессуары на Caterville 4WD аналогичны аксессуарам на всех моделях GTS. Значит, что мы имеем? Имеем ручки сопровождающего, регулируемые по высоте. Имеем откидной подлокотник, можно покажу, регулируемый по высоте. Для этого нужно открутить этот барашек. Имеем подножки, регулируемые по высоте и регулируемые по углу наклона. Для этого нужно открутить этот барашек. Подножки имеют у нас боковую поддержку и поддержку голени, которая также регулируется как по высоте, так и по вылету. Ширина сиденья составляет 45 сантиметров, но абсолютно точно даже с устными бедрами, например, как у Юры. Юра обычно пользуется устными колясками, вот у него противопролежнего подушка, шириной 38 сантиметров. Здесь в 45-сантиметровом кресле чувствует себя удобно за счет чего? За счет того, что края подушки сделаны с отбортовкой, то есть здесь есть подъем вверх. За счет этого попа не смещается влево-вправо, то есть она сцентрирована у нас посередине, и это обеспечивает комфортное сидение, комфортное передвижение. Далее, по аксессуарам сзади у нас есть кармашек для вещей, и также у нас есть здесь кармашек для телефона или для каких-то мелочей в передней части кресла. Коляску Caterville 4WD можно также перемещать методом толкания. Для этого нужно ее перевести в режим заднего привода, то есть опустить блок передних колес, отключить ведущие колеса от приводов. Для этого нужно каждую из этих муфт потянуть на себя и повернуть в любую сторону. Все, теперь у нас колеса отключены от привода, коляску можно спокойно толкать и перемещать как нам нужно. Не забываем возвращать колеса в исходное положение, иначе при режиме полного привода у нас одно из колес не будет активно. Вы можете это, кстати говоря, даже не заметить, просто будет коляску немного в сторону вести, но она также продолжит выполнять свои функции. Теперь немного расскажу про пульт управления. В базе у нас стоит простой кнопочный пульт. Сейчас вы его видите, коляска может быть укомплектована также пультом с дисплеем. Стандартный пульт имеет кнопку включения, кнопку дополнительных функций, о ней расскажу немного позже, кнопку гудка, кнопку выбора режима, сейчас выбран полный привод, либо можно выбрать режим заднего привода. Это кнопка регулировки максимальной и минимальной скорости. Здесь у нас кнопка регулировки кресла по углу наклона. Во время преодолевания препятствий эти кнопки становятся неактивными, и коляска переходит автоматически в режим гироскопа, когда кресло управляется автоматически. Теперь про дополнительные функции. Первая функция при зажатии клавиши FN и регулировке скорости. Это у нас регулируется отзывчивость джойстика. Сейчас я установил ускорение в третье положение, что соответствует средней чувствительности джойстика. Можно также установить на пятый режим. Это будет спортивный режим, когда джойстик будет очень активный и соответственно иметь высокое ускорение. И управление светом происходит следующим образом. Зажимая кнопку FN и регулировкой кресла. Вот у нас есть четыре режима. Это у нас фары отключены, ближний свет, дальний свет и режим аварийной сигнализации. Также можно отключить звук нажатия клавиш. То есть сейчас у нас при нажатии клавиш пульт издает звук. Если мы не хотим шуметь дома, например, у нас рядом кто-то спит, мы нажимаем FN и good dog. Теперь у нас клавиши нажимаются беззвучно. Теперь давайте просто понаслаждаемся зимним катанием. Спинка кресла может быть отрегулирована по углу наклона. Для этого нужно поднять рычажок справа от сидения. Коляска может комплектоваться как правым рычагом, так и левым. До горизонтального положения можно, собственно говоря, эту спинку разложить. Также в транспортировочном положении эту спинку можно полностью опустить. Высота коляски в таком случае составит всего 86 см. И коляска может влезть практически в любой автомобиль класса универсал. Очень важным преимуществом данной коляски является то, что ширина коляски составляет 65 см всего. Это значит, что коляска может заехать в любой лифт, в любой дверной проем. И при всех своих вездеходных качествах очень хорошо себя чувствует в помещениях, в том числе в домашних условиях. Также длина коляски составляет всего 88 см, то есть от заднего колеса до переднего колеса. Длина с подножками, естественно, зависит от регулировки этих подножек, от их вылета, от угла наклона. И минимальная длина вместе с подножками составляет 105 см. Большое спасибо за ваше внимание. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Если остались вопросы, обязательно задавайте в комментариях, будем рады ответить. Всем спасибо, всем до свидания.